Украинские военные оттесняют подразделения армии России все дальше от Харькова. Часть россиян ликвидирована, а часть взята в плен. О зачистке территории, о пленных и реакции местных жителей на освобождение услышим от самих участников операции, бойцов пограничного отряда. С этого места хорошо было видно Харьков, околицы, куда оно летит, куда прилетает. Было важное их отсюда отодвинуть подальше, чтобы они не видели, какие районы они накрывают, куда ведут огонь. Отодвинуть дальше, чтобы их грады, артиллерия не могла по Харькову вести огонь. Мы заходили из леса группами. Плюс-минус 20 человек в группе было. Двигалась броня, за бронёй шли бойцы. И таким методом защищали улицы. Были боевые столкновения с противником. Во время которых и наши военнослужащие раненые, так и был обезврежен враг. Когда мы наступали, было вытеснить тяжеловато их. Из-за того, что, когда люди закопаны в землю, их тяжело оттуда выбить. Мы зашли на улицу, отодвинулись от опушки леса и, наверное, третий или четвёртый дом. Они не сидели в первых домах. Оттуда по нам начался снайперский огонь. Было несколько выстрелов. Но когда они поняли, что им в спину заходит другое подразделение, они начали бежать. Тогда один у них был раненый, один пленный. Сразу взяли. Откуда сам? Потом, когда мы их выдавили из населённого пункта, они убегали и при отступлении заказали артиллерию. Начался миномётный обстрел. Когда затихло, группа пошла посмотреть, что там в населённом пункте. Когда они вышли, там на помощь пришёл танк с пехотой. И мы в лес отступили. Они поняли, что в лесу кто-то есть и отработали лес. Когда на второй день утром мы зашли зачищать, то поняли, что мы их как выдавили, так они назад не возвращались. Было тяжело людям. Когда мы заехали сюда, люди плакали, встречали. Такие эмоции, так приятно, не могу передать. Даже деды, которые выходили, а выдавить из деда слезу – это дорогого стоит. Вообще-то! Давай pregnancy! Такие инвалиды — это все из Mormon battery. Мы закibleiscали. Какими населее Speaker 2-1, Продолжение следует...